Таньяки Таньяки, оставайся всегда, оставайся всегда, оставайся всегда молодым. Сегодня мы хотим продолжить разговор о свободном времени. Мы хотим поговорить об увлечении, которому множество людей отдает свой досуг. Я имею в виду увлечение художественной самодеятельностью. Мы познакомим вас с участниками художественной самодеятельности Волжского автомобильного завода. Но прежде чем произойдет это знакомство, мы хотим задать несколько вопросов секретарю партийного комитета завода Ипполиту Леонардовичу Рынкевичу. Скажите, пожалуйста, а каким образом осуществляется у вас работа по привлечению молодежи в коллективы художественной самодеятельности? Ну вот, допустим, открывается коллектив художественной самодеятельности, и вот кто хочет, тот приходит. Или какие-то методы по привлечению молодых людей существуют, какие-то трудности возникают? Трудности существуют, конечно. Во-первых, у нас трудности заключаются в том, что сегодня вообще-то Волжский автомобильный завод пока не имеет еще Дворца культуры. Мы имеем приспособленные помещения, Дворец культуры наш строится. Вторая трудность заключается в том, что если бы, конечно, не направлять развитие художественной самодеятельности, то сегодня, пожалуй, у нас больше всего было вокально-инструментальных коллективов. Они нужны, мы понимаем, что сегодня они пользуются определенной поддержкой у молодежи, что особенно нравится молодежи. Но нельзя забывать то, что было создано столетиями. И поэтому на заводе мы придаем много внимания развитию наших хоровых коллективов, развитию танцевальных коллективов. Ипполит Ленартович, вот скажите, некоторые руководители считают, что на первом месте главное это работа, а остальное их не касается. А другие, наоборот, готовы и с работы отпустить премию, выписать, лишь бы пел, танцевал, прославлял свое предприятие. Вот на вашем заводе как руководство к этому вопросу относится? По нашему мнению, производство немыслимо, без художественной самодеятельности, без отдыха. Точно так же одна художественная самодеятельность, если это человек не работает на производстве, она тоже не нужна. Поэтому мы считаем, что у нас более правильно поступают те руководители, которые не разделяют вопросы на производственные и вопрос отдыха, вопрос, скажем, художественной самодеятельности, а которые решают эти дела в комплексе. И мы стараемся такое чувство прививать нашим руководителям, и большинство из них так и поступает. Но, к сожалению, есть, конечно, здесь у нас тоже свои сдержки. Но я думаю, что их с временем все будет меньше и меньше. Славься, славься, родная земля! Славься, святая отчизна моя! Да будет в веки веков сильно! Славься, 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 из рода в род! Славься, великий наш русский народ! Врагов, подстегнувших на край родной, Крази беспощадно могучей рукой! Слава, слава героям-бойцам! Родины нашей отважным сынам! Кто кровь за отчизну свою прольет, Того никогда не забудет народ! Славься, славься, родная земля! Славься, святая отчизна моя! Да будет в веки веков сильно! Любимая наша родная страна! Славься, славься, наш народ! Ура! 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 Славься, 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 славься! Попробовали? Валерий Алексеевич! Подыграй-ка им кусок с присядки! Приготовились! Ты знаешь? Нет? Ну смотри, где руки! Локти вперед! Вперед локти! Пожалуйста, попробуй! Три, четыре, сразу я! Разно! Пожалуйста, стыдно! Как и даже не спитал! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА